Попытка диверсантов захватить стратегически важный объект в Самарской области потерпела неудачу. На Жигулевской ГЭС прошли масштабные антитеррористические учения. Участвовали более ста человек – полицейские, спасатели, сотрудники ФСБ, Росгвардии и непосредственно службы безопасности станции. За работой силовиков наблюдала наша съемочная группа. Случайных людей сюда не пускают, но все же готовым нужно быть ко всему. По легенде учений, на территории станции обнаружен бесхозный пакет. Не исключено, что внутри – взрывное устройство. Уже через несколько минут на место прибывают кинологи и инженерно-техническая группа Тольяттинского ОМОН Росгвардии. В специальной защитной экипировке взрывотехник исследуют находку. Тревога оказалась ложной. Жигулевская ГЭС – один из важнейших стратегических объектов региона. Вторая по мощности гидроэлектростанция в Европе. Вот уже более полувека она обеспечивает выработку энергии, бесперебойное судоходство, водоснабжение, хранит города и селы от наводнений. Столь значимый объект должен быть обеспечен самой надежной защитой. Мы тоже принимаем участие со стороны компании по отработке вопросов обеспечения качества защищенности наших объектов, отработке уровня взаимодействия с подразделениями Федеральной службы безопасности, с подразделениями МВД, Росгвардии, МЧС для обеспечения качественных алгоритмов защиты наших объектов. Минутная передышка и новая вводная диверсионная группа пытается захватить один из постов электростанции. Ранен охранник. Вскрыв ворота злоумышленникам, все же удается проникнуть на территорию, но их сразу же встречают ответными выстрелами. Завязывается бой. В кратчайшие сроки на помощь охране подоспевает усиление. После непродолжительной перестрелки злоумышленники сдаются отстоять объект. Важнейшая задача охраны, сотрудники которой перед поступлением на службу проходят жесткий отбор. Это очень важный объект, это очень высокая нагрузка, большая задача, поэтому по мере возможностей мы стараемся применить как можно больше практики. Работники проходят профессиональную подготовку, мы занимаемся стрельбой несколько раз в году. Все это на достаточно высоком уровне. Для личного состава команды это неплохое подспорье. На практике применили все эти навыки, которые отрабатывают в течение часов профессиональной подготовки. В антитеррористических учениях на Жигулевской ГЭС приняли участие более ста человек. Павел Баймаков, Тимур Набиев, Новости губернии. Павел Баймаков, Тимур Набиев